Все великолепно работает. Итак, всем добрый день. Первонаперво я хотел сказать слова благодарности организаторам школы Абитуриант. Этот проект нацелен на то, чтобы помочь вам сделать правильный выбор в вашей жизни. Вы видите, что доклад мой с названием «Кто я?». Вряд ли кто-то из вас задумывался над этим. Скажу вам честно, ответить на него сразу вот так очень сложно. Я хочу на своем примере показать вам, как менялся мой ответ на данный вопрос. Итак, поехали. Я школьник. Я такой же школьник, как и вы. Был самым обыкновенным школьником в самой обыкновенной школе. Меня ничего не отличало от других. Хотя, в принципе, вот здесь я вру. Все знают олимпийский принцип, главное не победа, а участие. Так вот, этого принципа я не придерживался. Я всегда участвовал в каких-то соревнованиях, в олимпиадах, в кружках всевозможных, для того, чтобы показать, что я чего-то могу. Школьная жизнь прекрасна. От меня ничего не требовалось, только выучи уроки, иди гулять на улицу. И в этой жизни меня ничего я не собирался. Ну, в один прекрасный день, как говорится, как гром из ясного неба, родители мне сказали, «Ты будешь поступать в техникум». У меня никто не спрашивал. Выбрали, на их взгляд, самую лучшую специальность. Из меня хотели сделать электронщика. Не знаю, как получилось, но, в общем, я студент. С этим гордым званием я проходил ровно один день. Потому что я понял, что я школьник, и я студент – это разные вещи. Мне пришлось учиться в библиотеке, рыться в справочниках. Вот следующий слайд, да? Разбираться в основах электроники, но все равно для меня электроника выглядела вот как-то вот так. Вы знаете, время пробежало очень быстро, и я познакомился с таким явлением, как сессия. В это время у меня было три незачета, два недопуска, и нужен был какой-то вот железный аргумент, чтобы я сдвинулся с мертвого места. Отец, спасибо ему, нашел аргумент, и сессию я сдал. Сессию я сдал на хорошо и отлично. В смысле, хорошо, что сдал, и отлично, что с первого раза. Вы знаете, в принципе, учеба в техникуме не прошла даром. Я мог читать схемы, я мог их сам составлять, я мог подобрать оборудование, развести платы, работать, не знаю, там, с осциллографом, да, с паяльником. Все замечательно. Да что скрывать? Я чувствовал себя богом электроники. Я мог создать коллайдер, мог создать студию звукозаписи. Ну, по крайней мере, вот этого, да, я точно мог сделать. Мы родители успокоились, потому что, в принципе, я уже имел диплом, и в жизни я могу уже как-то себя реализовать. Но я понимал, что следующим ответом на вопрос, кто я, будет вот как-то вот так. Честно, не хотел. Не хотел, потому что я узнал, что такое жизнь студента. Это не только занятие, поверьте мне. И я пошел дальше. Я подавал документы в различные вузы, сдавал экзамены, конечно же, прошел все круги, а до приемной комиссии, лишь только для того, чтобы 1 сентября сказать, что «А я студент». Я студент КПИ. Я студент механика машиностроительного института. Вы спросите, «А почему же не электроника? Ведь я же бог в ней». Честно отвечу, не знаю. С первых дней нам начали занятие, нас готовили быть инженерным. Нам рассказывали, что такое генеральный дизайн. «Инженерный дизайн». Нам говорили, что такое гидравлика, что такое пневматика, как работать с различными материалами, что такое лазерная обработка, что такое обработка давлением, где применять знания для того, чтобы вы могли быть полноценным инженером. Это 3D-моделирование, это программирование роботов, автоматических линий, это составление технологической карты производства. У нас действительно учили. У нас учили, люди все равно плохо работают, поэтому, извините, я переключу. Но в это время меня интересовало другое совсем. Мне нравятся различные конкурсы, различные мероприятия. И что вы думаете, я, как всегда, наступил на те же самые грабли, но уже через полтора года, учитывая мои опыты. Знаете, в жизни каждого человека должен быть какой-то переломный момент. В это время я очень влекался историей, особенно историей Второй мировой войны, военной техникой. Опять же, запускаю видео, не знаю. И вот я вот вздумался, а почему гравит самолет? А что заставляет 30-тонную машину прыгать, парить? Как заставить скоординировать все действия сложнейшей военной техники? Я понимаю, а ведь нас-то этому учили. Я взялся за голову, догнал все то, что я пропустил, и за последующие годы я выиграл несколько олимпиад. Все правильно. Это с гидравлики, с гидроавтоматики, с механатроники, и в принципе по выпуску, да, из вуза, уже магистратуры, плохо показывают видео. Вот подобную систему я мог, в принципе, сконструировать, разработать, рассчитать ее, запрограммировать, да. Я не говорю, что это легко. Нет, ни в коем случае. Это сложно. Но это возможно. Следующим шагом, естественно, у меня было это инженер, инженер-конструктор. Я специально послал этот слайд, чтобы, это вы так думаете, да, вот так вот работает инженер. Ничего подобного. Это примерно выглядит вот так, потому что все работают в CAD-системах, только в 3D. У меня было все великолепно. Все шикарно. Я хочу вот что еще сказать, что инженер-конструктор, это не тот человек, который только создает какие-то формы, объекты. Нет. Каждое свое изделие, не важно, что это, мебель, стул, стол, мод, железнодорожный или автомобиль, мы всегда должны прочитать на прочность. Да, мы не медики, но от нас зависит жизнь человека. Я работал, меня все устраивало, и вот случилось то, что изменило всю мою жизнь. Прозвучал звонок, и мой научный руководитель говорит, Игорь, это я, он говорит, а хочешь ли ты в аспирантуру? Честно, я не знал, что ему ответить, потому что на этот момент я был уже мужем, я отец, и вот рисковать всем, я не знал, что мне делать. Но это тот выбор, который я сделал осознанно в своей жизни, и все-таки я аспирант. Аспирант на инженерном факультете, и чем я занимался? Сразу, да, кавитация. Даже скажем так, что это не просто кавитация, что ультразвуковая кавитация, не знаю, вам о чём так говорит или нет, я попробую вам объяснить на двух словах, что если через жидкость пропустить ультразвуковую волну, то вот в ней возникнут взрывы. Эти взрывы носят колоссальную энергию, там повышение температуры, это высокие давления, коммунитивные струи, то есть вот эту вот энергию можно использовать. Да, это явление известно, давно уже многие учёные над ними работали, но не было этого оборудования, которое сможет ввести в жидкость ультразвуковую волну высокой интенсивности. Мы создали похожее оборудование, мы думали, что это предел, это предел и решили немножко его проверить. Это вот здесь сейчас видеоролик, в котором показано это устройство и где вот что-нибудь бегает, это взрывы, это взрывы в воде. Что с ними это делать, правильно? И мы попытались поиграться с нашим оборудованием и решили разместить вот внутрь что-нибудь. Да, на этом виде, о, видео очень тоже хорошо показывают. На этом видео мы не видно. Мы попытались разместить в коллекционную камеру вот алюминиевую фольгу. Ничего сложного, взяли обыкновенную воду из-под крана, засунули алюминиевую фольгу, вот медленно как показывает, прочитали буквально до пяти, раз, два, три, четыре, пять. Честно, я буду чуть рассказывать быстрее, потому что видео очень плохо показывают. Честно, от фольги ничего не осталось. Я вам скажу больше, что если вот в эту вот конвенционную камеру разместить баночку с подживчика и под давлением тоже ничего не останется. То есть колоссальная энергия вот в таком вот аппарате, а как его можно применить? Ведь главный вопрос у ученых, да, а кому это нужно? А где вот его использовать? Мы начали играться дальше и попытались в конвенционную камеру разместить какие-то вот живые организмы. Интересно, что с ними произойдет. На данном видео показывает, что мы в воду добавляем это у нас мотыль, то есть довольно-таки крупные как бы существа, включаем оборудование. Опять честно скажу, плохо видно видео, да, пять секунд обработки никто не живет. Мы уничтожаем всех. Ну вы скажете, ну а зачем это нужно было, да, вот играться с животными такими-то, да, ну животные, конечно, я так круто сказал, да. А спрашивается, а если мы данное устройство будем использовать для обеззараживания воды? Ведь вы знаете, что сейчас используются это химические способы, это хлор, хлорпроизводный, озон, но что бы ни делали, в воде остается всегда эта химия, и вы ее пьете. А это позволяет не вносить ничего лишнего в жидкость, уничтожить биологические какие-то объекты. Мы пошли дальше, вот смотрите, это уже фото, это не видео, это уже нам проще. Это организмы, которые были вот до и после пятисекундной обработки. Мы видим, что эффект есть, они разрушаются, да, ну вы уже имеете некоторые образования, знаете, что это, конечно, все здорово, но это, опять же, очень большие микроорганизмы. Это даже не микроорганизмы, это еще побольше размеров. Естественно, главным показателем чистоты воды есть бактерия ЕКОЛЬ. Мы поиграли с ней. Вот перед вами две фотки, это фотография до озвучивания и после озвучивания. Мы видим, что до множества колоний, которые остались и после облучения, никого нет. Хорошая тематика, а что же с ней делать дальше? Естественно, мы создали стартап и попытались внедрить его. Это позволило нам создать целую линейку оборудований, которые предназначались для обеззараживания сточных вод, для холодной пастеризации молока, для перемешивания каких-то компонентов на молекулярном уровне. Вы знаете, что в 2013 году наша разработка, это был год Земли, и наша разработка была представлена в Организации Объединенных Наций от Украины. Я скажу сразу, что эта работа не только моя, нет, ничего подобного, потому что хорошие вещи всегда делаются в коллективе. Это коллектив инженеров-механиков, инженеров радиотехнического факультета под научным руководством профессора Луговского Александра Федоровича. Между прочим, наша работа была удостоена премии президента Украины среди молодых ученых. Мы выиграли конкурс Укрпатента на лучшее изобретение в Украине, на комплекс изобретений в Украине. Я, как ее представитель, стал экспертом Министерства образования, я стал спиндиатом Кабинета Министров. Смог бы ли этого достичь я, не работая в КПИ, не учащихся в КПИ, не работая в дружном коллективе специалистов? Да не получилось. Обращаясь к вам, я хочу сказать, что делайте обдуманный и правильный выбор. Ведь от этого действительно меняется вся ваша жизнь. А вы всегда творите и создавайте. Намечайте цели и ставьте задачи для их достижения. А на вопрос «Кто я?» я хочу, чтобы вы гордо и с уверенностью сказали «Я КПИшник». Всем огромное спасибо.